всем привет а второй раз за сегодня выхожу в прямой эфир как не часто такой у меня бывает сейчас я сразу после тренировки еду к тренировках что было прекрасно люблю вообще тренировки обожаю просто такие мощные прошу прощения а покушал яблочко после тренировки кожура зубах застряла чтобы не и чмокать и не щелкать я бы освобожусь извините пожалуйста просто это невозможно целый так эфир провести с кожурой от яблока в зубах ну так вот провел тренировку тренировка была вся одни сплошные спарринги нет сначала конечно понятно безусловно разминка пустению работа по заданиям работа на лапах и потом в парах и спарринги спаррингов у нас проходит довольно много и работаем мы как в экипировке так и без и те кто смотрит ролики с наших сам тренировок задают надо вопрос почему на там одних со тренировках вы в экипировке шли мах других тренировках без экипировки вот и чем вообще регламентируется то когда пировка надевается а когда нет как вообще это выбирается вообще работа в экипировке тема очень дуальная давайте не будем говорить о том что о детях например да где определенными стандартами принято предположим что они должны работать шлемах в кирасах каких-то других самозащитных приспособлениях будем говорить о тренировках у взрослых день не что не не регламентируется ничем где вы скл вольны выбирать себе сами хотите занимайтесь в экипировке хотите без экипировки то есть на ваш выбор что хотите то и делайте занимаетесь для себя так вот как определиться нужна она вам или не нужна будете вы с ней работать или нет ну вот дело в том что экипировка экипировки рознь большая разница предположим такие виды экипировки как капа и бандаж на причандалы это такое такие виды экипировки которые наверное в спаррингах а свободного типа когда вы сами для себя решаете то есть насколько свободен будет ваш поединок применяете ли вы всю технику там обусловленная на нет если она абсолютно свободно и не обусловлены никакими техническими заданиями то использование такие такой экипировки как капа в рот и бандаж на промежность я считаю штука очень и очень даже важны безусловно потому что какой бы уровень высокий контроль и не был каким бы не был бы touch контроль какая вы никакие без какие вы перчатки не были на ваших руках если все идет без ограничений в скорости да уж тем более в силе что конечно маловероятно потому что учебные спарринги в абсолютно полный контакт наверное не всегда рационально проводить может быть иногда только вот то в любом случае все равно такая вот экипа она не помешает не помешает то есть перчатки на руках капа и бандаж безусловно перчатки имеется ввиду такие если вы боксируете кто это боксерские перчатки перчатки такие как в мм и если вы собираетесь бороться то они больше ваши руки защищают нежели защищают оппонента вашего которого вы собираетесь бить но это вот тот необходимый джентльменский минимум а вот давайте перейдем к так как такое но таки пировки как шлем например да вот скажу вам честно лично я шлем недолюбливую никакой не забралом не никудожный не с решеткой никакие и боксерские никогда не любил по ряду причин во первых он создает ненужную иллюзию защищенности хотя на самом деле защищает он только лишь от рассечений и ссадин но не более того то есть если по голове происходит какое-то попадание то она через шлем практически с малейшей может быть амортизации какой-то все заходит внутрь головы причем учитывая тот факт что шлем по размеру немножко больше чем размеры в вашей обычной головы то за шлем цепляется гораздо больше всего если предположим у вас там лицо смазано вазелином или нет даже хотя просто пропотело во время спарринга то боксерская перчатка с лица в общем-то соскользнет очень часто такое бывает да может быть сечка но может и соскользнуть шлем же до сечки не будет но за но зато за шлем цепляется абсолютно все то есть тотально то есть все что в смоги в голову летит даже показательные если особенно вы работаете в перчатках таких как в ммэй они боксерских то за шлем зацепиться абсолютно все и учитывая тот факт что он размером немножко побольше головы то у вас если вы работаете очень часто без основе ну шлема собивается немножко контроль то есть вы делаете нырок уклон как вам кажется вы защитились то есть ушли нормально да и вдруг почему-то ощущаете что вам какая прилетела цепанула конкретно вроде как и не больно не зацепила ничего не стекло но зацепила около надбровные дуги либо по макушке либо как-то еще опять же чувствуете вы хорошо с дистанцию то есть у вас хороший дриблинг отличное чувство дистанции вы работали без шлема и когда а противник пробивает прямой или боковой вы буквально делаете минимальный рывок назад чуть-чуть буквально и не достает противник до вас время вот в этом первоначально засада просто возникает то есть вы делаете такой же рывок назад но вас на лбу еще с накладка получается около пяти сантиметров он толщиной не может чуть меньше и вам в нее приходит а через нее приходит уже в голову пусть вы реально получаете по балде там где бы вы собственно говоря бы ничего не получили и вот это поначалу сильно огорчает за расстраивает ты человек со шлем надевает для того чтобы поработать немножко серьезнее да ну потренироваться чуть-чуть акцентирование побиться а в итоге нормально выхватывает так гораздо больше чем если бы он работал без защиты и в то же время я считаю что незаменимая это экипировка вот для меня на настоящем этапе он олег истон меня сам смотрит вот для него вообще незаменима да хотя она на шлеме куда работает поэтому мне проблем с этим нет он час депутат вообще лицо публичное я снимаюсь постоянно видео твите вот у меня сейчас очередной бланк так это шлеме ну боксерском шлеме если бы сам шлема не было но все это капец понимаете это очень сильно замедляет некоторые виды работы меня не смущает вообще нисколько когда мне люди видят с разбитой губой с на переносице перебиты переносице например сечкой на глазу или на чем-то еще но вот записывать какие-то видео подкасты хорошие ролики там да для фильмов и сниматься в передачах просто слегка не культурно и не принято в таком побитом виде особенно человеку которым уже там за 40 нет я не я не ханжа я не чего-то там не комплексую по этому поводу но просто есть некие нормы стандарты может быть за которые не особо хотелось бы это переступать вот в этом плане шлем конечно безусловно помогает помогает избежать огромного количества различного рода рассечений мелких вот таких вот садин да на коже разбитых губ и так далее это вот скажем так актуально и причем актуально это не тогда когда вы хотите побиться прямо там с кем-то в хороший контакт а именно наоборот при таком спортивном легком поединке когда вы друг другу по башке на кернике довольно много накидаете но и у вас останется все абсолютно цел если вы же собираетесь биться прямо реально что называется как насмерть я бы наверное предпочел бы все-таки работать без шлема сколько бы ни говорили мне люди которые занимаются любительским боксом что в шлеме любители боксируют у них меньше травм я хочу сказать что мой опыт говорит я не боксер скажем так вернее я не выступаю на соревнованиях да по боксу хотя по правилам не боксом боксируют так иногда я хочу сказать что по любым правилам если соревноваться шлеме в башку пролетает намного больше учебном спарринге это заканчивается тем что если вы даже с вашим товарищем договорились поработать семиконтакт то есть так аккуратненько тихонечко в шлеме вы друг другу на кернике намного больше опять же и это ведь потому возникает что вы не настолько хорошо дистанцию чувствуете и выхватываете на недостатке контроля сам дистанции потому что шлем гораздо больше головы это раз два то же самое происходит с партнером вашим потому что он выцеливает вам те мишени которые привык выцеливать то есть он выцеливает вам челюсть вот вы предположим делаете уклон и подставляете под атаку лоб да если бы лоб у вас был бы примерно на одном расстоянии с челюстью вы здесь еще рывок назад сами сделали то вам в лоб пришелся бы легкий щелчок здесь же вы получается выдвигаете вперед голову на пять сантиметров с лишним и в итоге то что должно было бы там остановиться да и не достать до до вашей челюсти в итоге на пять сантиметров забивает вам в башку и все это собственно говоря аккумулируется накапливается вот поэтому здесь надо быть аккуратным поэтому я считаю что шлем да безусловно необходим тренировок когда дети занимаются потому что у них удары слабые это необходимо при аккуратной самки тренировки если вы не хотите иметь много сечек и подходит людям которые занимаются для себя и работают не в полный контакт а в такой легкий семи контакт вот это вот будет анормально вернусь я к капе вот капа считаю штука незаменимая вообще во первых даже с капа если вы собираетесь участвовать в каких-то соревнованиях или вообще просто когда-то хоть иногда надевать ее для того чтобы поспаринговаться вам с капой может стоит иногда даже работать и бой с тенью и на снарядах для того чтобы хотя бы просто к этому девайсу привыкнуть кто с капой никогда не работал с капой с надев капу задыхаться начинает это раз некомфортно себя чувствует 2 а если она еще и не то что надо он об этом узнал только что она и натирает и нами на это возникает вообще куча проблем то есть капу надо подобрать и заниматься мне свои вообще по выбивали половину зубов на разного рода соревнований сейчас у меня стоят зубы ну они такие анатомические то есть не видно что как у некоторых там такие прям планка ровная такая что и белые белые ровные ровные что со страшно смотреть нет они как настоящие все половины зубов в это на самом деле не настоящий но им дорогие их надо беречь поэтому капа для меня скажем так актуально а если у вас собственные зубы они еще дороже чем любые вставные поэтому беречь надо бывает со звонок а что поделаешь вот ну бандаж и уже опять вернусь на промежность но тут сам бог видел да всяко может быть особенно при работе ногами может попасть а мало не покажется перестраховаться не сложно особенно кстати очень сильно бандаж по моему по опыту бандаж больше пригождается не столько в ударной технике сколько в борьбе вот там необходим просто капитально но понимаете какая штука вот здесь на двух концах палка если вы хотите научиться в реалиях додраться по-настоящему те кто привык постоянно работать с бандажом они его используют уже как инструмент даже когда руку на рычаг берут тащат как говорится я прошу прощения за выражение через яйца себе локоть противника до рычаг локи когда делают и ничего не боятся потому что тянут его через бандаж многие так делали а реально то у вас этого делать не будет поэтому конечно надо делать все с некой с поправкой с навесим поэтому работать надо и так и так вот здесь мы подходим очень простому пониманию вопросов что нужно работать как в экипировке так и без просто работая без экипировки вы должны отдавать себе отчет что вы работаете в данный момент без экипировки и для того чтобы травматизм был просто но минимальным вы должны соответственно ввести соответствующие а поправки на тот факт что у вас должен быть намного выше контроль если вы работаете в экипировке это не значит что вы должны контроль полностью потерять но там уже позволительно некоторые допуски моменты и так далее то есть смотрите поэтому и им и мы выбираем тоже на экипировку нас бывает такое что один работает в экипировке другой без один шлем надевает потому что ему завтра надо ехать на съемки или на какие на какие-то переговоры ему не надо чтобы у него были какие-то сечки на морде да вот на другой в отпуске находится ему вообще-то похлестаться просто а в кайф он работает так как ему хочется но капу надевают все потому что свои зубы дороже вот здесь риск значит работы без экипировки не будет оправдан вообще к тому же если вам на улице придется драться у вас капы не будет это вам только легче драться единственное только конечно что если зубы выбьют значит выбьют вот и все если вы с капой привыкли то вам без капы будет легче сколько что касается шлема тот он опять же из-за того что вы научитесь со временем делать некую поправку на ветер что называется на размеры шлема научитесь делать более глубокий нырок более глубокий уклон что в общем-то неплохо неплохо потому что вы и так уже научились сделать его больше чем надо в силу того что вы работаете против противника которые в боксерской перчатке у него рука сам здоровенная вам приходит сделать уклон намного больше чем если бы рука была бы гола это раз а здесь еще на шлем корректировка в итоге вы это отклоняетесь сантиметров на 10-15 больше чем надо с одной стороны это конечно не профессионально с другой стороны почему бы и нет собственно говоря потому что например противник пробивает вам боковой удар там кружкой пивной вы подсаживаетесь под кулак а у него локоть находится намного ниже кулака то есть он локоть специально притапливает и вы подсядете и все предплечье и локоть его пролетит выше вашей головы а в противном случае он вам запросто макушку может зацепить локтем и если и не исечку не сделает на макушке он то по крайней мере может не дать быстро вам развиться в контратаку потому что собьет вас с ног вы подсядете он у вас еще локтем подтолкнет и вы потеряете некий момент вот этот вот отпружинивание когда после подсада вы тут же поднимаетесь и наносите там удар по голове противнику вот так он сейчас на разъедемся вот это вот интересные вещи поэтому я рекомендую иметь экипировку всю какая только есть ее периодически применять для спортсменов же действующих то есть для тех кто выступает на соревнованиях вообще просто сам бог велел а работать в том в чем есть определенные смоги требования но кстати вот по поводу экипировки заметьте что очень часто при подготовке к профессиональным боям боксеры работают со спарринг сам партнером спарринг партнера находится в экипировке сам атлет который будет без для чего для того чтобы реально чувствовать себя в той ситуации какая у него будет на самом деле вот это вот очень важно но то я чуть-чуть отвлекся поэтому значит экипировку вот имеем всю что надо работаем со всеми типами значит экипировки какие только есть но не забываем что нужно работать и без экипировки вообще обязательно все что хотел по этому поводу сказал а вот если вот ведь у меня сейчас да опять очередной сам бланчик но для тех кто не видел сам начал весь эфир если по кипировке не было все было бы намного печально была бы сечка скорее всего так минимальная вещь который пройдет буквально за один-два дня до свидания друзья до новых встреч подписывайтесь обязательно на мой канал на youtube вот но ведь прямо на ютубе шилов михаил и быстро найдете мой канал а также на мои сайты будушин точка ру будоблок точка ру макивара точка ру докторшилов точка ком и корректура точка ру всем пока удачи